Так, коллеги, всем добрый день. Добрый день. У нас есть минутка, но я предлагаю проверить звук, картинку. Так, коллеги, добрый день. Так, ну что, на часах ровно 11.00. Предлагаю выдерживать тайминг и начинать. Коллеги, еще раз всем добрый день. У нас сегодня вебинар, посвященный теме роботизированного склада, то есть возможности вообще роботизации складов. Но вначале хочу сказать, что сегодня наш профессиональный праздник, так уж совпало, сегодня день программиста, поэтому всех причастных. В том числе поздравляем. Если есть программисты со стороны слушателей сегодня, дайте огонечко, чтобы мы поняли, что вас много, мы не одни. Ведущими сегодняшнего мероприятия будем мы, я, Юлия, это Павел. Сегодня мы поговорим как раз-таки про роботизацию, какая она бывает, и, конечно же, про наш опыт, потому что у нас уже есть ряд реализованных проектов, как и реализованных, так и в процессе реализации. Многие написали уже в чат приветственное слово. Так вот, этот чат мы тоже будем использовать в процессе сегодняшнего вебинара, поэтому, если у вас будут возникать вопросы, вы не стесняйтесь, пишите в чат, потому что мы после того, как расскажем про, скажем так, основную составляющую нашего сегодняшнего вебинара, мы будем отвечать на ваши вопросы. Поэтому в процессе пишите, не стесняйтесь, наш вебинар рассчитан на 45 минут, поэтому постараемся уложиться в тайминг и прямо рассказать такую информацию очень сжато, но очень емко. Ну, конечно же, начать хочется с того, вообще, почему сегодня стоит посмотреть в сторону роботизации. Ну, в целом, ни для кого не секрет, что сейчас в любой отрасли в России ощущается такой кадровый голод, да, то есть сложно найти специалиста, сложно удержать специалиста. Про фод вообще просто молчу, потому что фод, скажем такими катастрофическими темпами растет вверх, поэтому сейчас как раз-таки тот момент, когда стоит задуматься о роботизации. Ну, и такой момент, да, то, что нехватка рабочей силы, она сохраняется, и как там, если смотреть статистику и верить в статистике, да, то до 2030 года эта тенденция останется, и, собственно говоря, это не есть хорошо. Многие склады на себе в том числе ощутили нехватку специалистов, да, это специалистов, как и колдозчиков, операторов, грузчиков, поэтому это очень важно, да, там, задуматься о роботизации и переложить работу этих сотрудников уже на роботов, потому что сотрудники могут уйти там в отпуск, на больничный, они не могут работать 24 на 7, в отличие от роботов, да, которые работают без остановки, работают без света, могут работать без света, да, могут работать там в режиме, в режиме нон-стопа, как говорится, поэтому за роботами будущее, но и роботы, конечно же, позволяют значительно повысить эффективность и точность складских операций, да, увеличить плотность хранения за счет использования оборудования специализированного. Вот, поэтому роботы, это, скажем так, раньше казалось далекое будущее, но на самом деле это не далекое будущее, это уже реалии, которые сейчас у нас существуют. Ну и фраза из песни, да, там, вкалывает робот, а не человек, она сейчас, скажем так, звучит и играет другими красками, потому что действительно так и есть на складах действующих уже есть, скажем так, проекты, где работают роботы, а не люди. Но на самом деле мы замечаем эту тенденцию, да, то, что российский бизнес, скажем так, очень небыстро идет в роботизацию, потому что, ну, потому что есть свои сложности. Но в целом роботизация, это в Вене, не новая, а о роботизации задумались еще в 2000, там, даже не десятых, а раньше, десятилетиями назад, и как раз-таки там первый проект, который нашумел, и его многие знают, это Амазон со своим футуристичным современным оборудованием и технологиями. Но хочется отметить, что на текущий момент эти технологии доступны и для российского бизнеса. Но, как показывает наша практика, да, когда компания начинает задумываться о роботизации, она, скажем так, оценивает предложения по оборудованию, по вендорам, которые могут это оборудование автоматизировать, установить, по поставке оборудования. В общем, накладывается такой большой ком того, что нужно оценить, и в том числе оценить возможность текущих складских площадей, да, в части использования и роботизированного оборудования. Поэтому нужно проделать такой большой пул работ, и некоторые компании об этом, об это спотыкаются, да, плюс еще стоимость роботов немножко отпугивает, и есть такое некое предвзятое, скажем так, отношение к российскому IT, да, с точки зрения нет опыта или мало опыта, и какая-то есть, ну, скажем так, есть такое предвзятое недоверие. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Вот, Паш, у нас глаза не боятся, и наши руки делают. Поэтому хочется отметить, что с точки зрения нашего опыта, вот на слайде представлены, скажем так, производители оборудования, с которым у нас уже есть реализованные проекты, причем хочется отметить, что в некоторых проектах у нас там не один вид оборудования, а их, скажем так, некий зоопарк, который нам нужно между собой интегрировать, запустить, и чтобы все это работало слаженно и как часы. Вот. Также хочется отметить, что помимо, скажем так, зарубежного оборудования, с которым у нас есть опыт работы, в том числе и это российские производители, которые неплохо, даже, можно сказать, отлично себя показывают на складах с точки зрения производительности, работы, доступности и обслуживания этого оборудования. Поэтому линейка того оборудования, которое можно использовать на складах, она обширная, и она не замыкается на зарубежных производителях, что в текущих реалиях тоже немаловажно. Вот. А сейчас мы хотим рассказать уже такой опыт проектный, применительно к нашим реализованным проектам, «Что же мы реализовали с роботизированным оборудованием?». Павел, позову тебе слово. Так. Ну, еще раз добрый день всем. Начнем с примера склада, который мы роботизировали при помощи АГВ-роботов. Это те самые роботы, о которых Юлия раньше сказала. Про картиночку, наверное, всем известную, видом склада Amazon, когда много-много этих маленьких роботов-пылесосов, катаясь по складу, что-то перемещают, что-то делают. Собственно, в нашем опыте, еще не так, не опыте, а в портфолио, да, есть такой опыт, где мы роботизировали склад вот по помощи этих роботов. Что за склад, что за проект в целом, да? Это крупнейший поставщик, точнее, производитель и дистрибьютор мяса индейки в России, да, может даже, наверное, в мире. В рамках проекта мы внедряли WMSX5, да, который управлял этим, вот, точнее, давал задачу роботам. Роботы были производства HIC-робот, и также на складе использовали листовые стеллажи, ну, уже для непосредственно кластерного отбора. Вот. С точки зрения процессов, как вообще выглядит самосветсклад, ну, чтобы было понимание, то есть где там они используются, да? Ну, таких в общем, так скажу, процессов. Стандартная приемка, приходит транспортное средство, там товар выгружается, кодовщик с ТСД, в помощи, ну, в WMS системе принимает товар, как только палет принимается, дальше система WMS планирует перемещение на специализированные платформы этого палета, да, и как только если погрузчик перемещает на платформы, WMS система передает команду в систему для роботами, о том, что вот на такой платформе стоит палет, там, система планирует роботами, будет добра перемести этот палет в зону хранения, да? Соответственно, система планирует роботами уже дальше самостоятельно определяет, какой из 10 роботов будет выполнять данное перемещение, по какому маршруту будет следовать, ну, и, собственно, выполняет данную сдачу, и дает команду о выполненной сдаче в WMS системе, да, либо, наоборот, о невыполненной сдаче. Таким образом, ну, по какому-то подобию, да, были роботизированы процессы всех перемещений, то есть размещения на складе, в том числе сортировки, отбора, но об этом чуть позже скажу подробнее, там, перемещение в зону готовых заказов и в целом перемещение к отгрузке. Собственно, с какими сложностями и трудностями тут столкнулись? Ну, я расскажу про самые основные из них, да, и первое, на чем стоит внимание аттестировать, это необходимость разработки новых интерфейсов для работы вот с данной технологией. Ну, я думаю, что все, кто присутствует на вебинаре, да, прекрасно представляют о том, что такое WMS-система. И, наверное, когда ты говоришь WMS, представляешь там кодовщик, посреди склада там с TSD, который получает данные на TSD, далее написано там, в какую ячейку дойти, что сканировать, какой товар взять, в каком количестве, может быть, в качестве, там, сколько годности, да, и куда переместить. Это принцип «человек к товару». Соответственно, тут же принцип «товар к человеку», то есть когда человек стоит на месте, и роботы должны сделать так, чтобы обеспечить его необходимым всем для выполнения технических операций. И здесь мы разрабатывали новые, ну, интерфейсы, рабочие места. Да. Собственно, необходимо было также адаптировать процессы WMS-системы с учетом особенностей работы в ПГВ, да. Дело в том, что мы представляем, когда я говорю роботы, которые перемещают, мы представляем, что они должны просто переместить товар из точки А в точку Б и уехать, да. Не совсем так. Где-то нужно было, чтобы робот привез стеллаж, может быть, просто уехал обратно, да, где-то привез, остался, где-то привез, повернулся там одной стороной, другой стороной. И вот про это расскажу чуть позже, в следующем слайде. Ну и, конечно, раз мы говорим про взаимодействие WMS-системы и системы между роботами, тут стояла сдача, кажется, интеграции между этими системами. С этим мы тоже работали, да. Ну и что к этой интеграции, на данном слайде в левой части как раз изображен скрин дополнительного такого сущности в системе регистра средней команды роботов, да. И вот тут можно увидеть пример прям текста запроса, который отправлялся системе управления роботами, что нужно вот из ячеечки, не вижу какой номер ее, взять платформу 1008, переместить в ячеечку W5 и при этом повернулся на 108 градусов, да. Это вот реальный скрин из этой системы, ну и текст ответа. Собственно, как со всем этим справлялись, да, и что делали? Ну, с точки зрения разработки интерфейсов, нами были разработаны два новых рабочих места. Это рабочее место раскладки товаров, да, после приемки. И рабочее место комплектации товаров с использованием стволового стеллажа. Собственно, в левой части можете видеть как раз пример рабочее место раскладки товаров. Какой принцип был работы, да, ну, точка физики. Котовщик стоял, ну, собственно, в одном месте, да, и к нему подъезжало в ходе операции с двух сторон два робота, да. С левой части палец с товаром, на котором лежат товары на смешанном палец, чаще всего, так называемом миксованном, да. А с правой стороны подъезжает уже стеллаж. Так. С правой стороны уже, получается, подъезжает стеллаж с товара. И как раз вот форму стеллажа можете увидеть в правой части скрина. Именно вот таким образом у нас была прорисована, ну, точнее, выглядела сама топология стеллажа, который Агаверова перемещал, да. То есть шесть ячеек с одной стороны, и более того, шесть ячеек с обратной стороны. И, соответственно, здесь человек выполнял перемещение товаров, то есть брал там короб с товаром, сканировал коробку, система посвечивала, куда положить. С точки зрения также дотации процессов, в МС-система мы это научили еще и понимать, скажем так, сторону света, да, товарно-свете для собой. Потому что, как я сказал, этот стеллажик, он имеет ячеечки с двух сторон. И представьте, когда, допустим, ну, выполняется операция перемещения, и к вам к лицам стоит ячейка нужная, это одно, да. Но когда у нас с той стороны, очень важно, чтобы в момент, когда человек войдет в коробку, уже робот повернулся он уже стороной. И тут мы дорабатывали наши сущности места хранения, научили в МС-систему понимать, что такое север, что такое юг, да. И в случае, когда задание было там положить товар в ячейку со стороны, которая не, ну, сейчас, скажем так, не с той стороны, где находится человек, да, в МС-система давала команду на поворот, и человек уже клоун этот товар в нужную ячейку с другой стороны. Это что-то товар, извиняюсь, автации процессов. Вот. Рабочее место комплектации заказов чем-то похоже, да, да, но в правой части уже не стеллаж, в который товар размещается, а в правой части уже прорисовывается с того стеллаж, и также сам стеллаж еще при работе посвечивается, говорит, в каком количестве товар нужно положить в какую ячейку. Вот. Про дотацию. Что еще интересно? Естественно, ну, я сказал, что мы научили в МС-системе понимать стороны света, да, север, там, либо юг это. Также еще пришлось, скажем, сделать такую четырехуровневую систему хранения, да, то есть когда мы, если просто говорим про склад, про вот, про самый обычный, мы можем представлять таким образом, что есть там короб с товаром, есть палец, есть ячейка, да, такой трехуровень, трехуровень на их уровень вложности, скажем так, либо учета, здесь же получалось так, что есть ячейка, есть, из нее есть коробка, также есть палец, платформа и еще ячейка. И немножко забегая вперед, да, если вот вопрос был? Нет, давайте на вопрос, я буду отвечать, конечно. Да, очень важно, что мы в проекте, так как были две системы в МС, да, с темпли-роботами, у них была схожая топология, то есть в одной системе топология была равна и в МС была равна. Соответственно, они вот таким образом, ну, по сути, понимали, из какой ячейки взять, в какую положить. С точки зрения разработки интеграции, поставщик оборудования предоставил нам протоколы обмена, да, был также, в принципе, на связи. Соответственно, изучив структуру данных, которая нужна, системы-роботами, мы адаптировали, точнее, разработали обмен посредственно веб-сервисов, ну и адаптировали его вот-вот требования системам-приня-роботами. Следующий склад, про который скажу, это склад крупнейшего производителя мороженого, именно которого пломбируют, это сладко-вкусного, да, тип вузообработки – палетный, то есть такой большой поставщик, да, и склад именно тут обрабатывал с его палетами. С точки зрения операций, которые были романтизированы, да, ну, прежде всего, давайте так, начну порядку. Стоит отметить, что склад был припроизводственный, то есть производство выпускало продукцию по конвейеру дальше, готовая продукция, упакованная в тару, перемещалась в складское пространство какое-то, да, дальше в помещениях механическая рука производства Кука формировала палет, то есть укладывала палет согласно стандартной укладке. По факту формирования палета система управления оборудованием отчитывалась ВМС-системе, ВМС-система регистрировала данное перемещение, давала здание уже опять с теми-прониороботами на перемещение в зону технического зрения. Данный палет без компетенциации товарного состава перемещался в эту зону. Дальше техническое зрение, собственно, разбирает штрих-коды, которые есть на коробках, да, эту структуру отправляет ВМС-систему и уже ВМС разбирает структуру, понимает номенклатуру, партию, там, количество, качество, упаковку и приходует данный палет уже с товарным составом. После чего генерируется номер уникального палета, да, отправляет после приемки на участок палетайзера посредством тележечек обычных. Там, на этом участке палет палетируется, расчетывается ацикетка, палет маркируется и, собственно, после этого перемещается уже в зону хронов-штабеллеров через вот промежуточный участок укладчиков поддонов, который нужен сугубо, чтобы подложить специализированные поддоны для вот удобства работы хронов-штабеллеров. И хрон-штабеллер по заданию ВМС-системы размещал в конкретную набивную ячейку, конкретную глубину, ну и дальше уже в рамках следующего потока отбирал палет с нужной ячейки, да, штабеллер и перемещал в авиационные лучи. После ручьев по зданию ВМС-системы также товар перемещался на нужные ворота и уже непосредственно погрузка осуществлялась сотрудникам склада, да, там, при помощи выделя погрузчика и ТСД. С точки зрения особенностей и сложностей, которые были в этом проекте, на самом деле тут много, да, самые такие, ну, наверное, яркие расскажу про них. Ну, во-первых, необходимо было адаптировать также ВМС под специфику работы с различным оборудованием, да, это и укладчики, это и робот-штабеллеры, и политайзеры. Далее, ну, конечно, нужно было также разработать интеграцию, причем также с учетом протоколов обмена каждого оборудования, стояло то, что между оборудованием и ВМС была еще система управления, да, ВСС. Ну, и немаловажный фактор – это все-таки, скажем так, этап, там, планирования, проектирования и настройки системы как раз попало на начало ИСВО, да, то есть на санкции оборудование, все, как видно, было на западное, на срыв сроков поставки, там, производитель отказался у профессиональных инженеров на наладку этого оборудования и монтаж. В итоге пришлось здесь изыскивать ресурсы внутри страны, да. Как с этим совсем боролись? Ну, с точки зрения интеграции, несмотря на то, что проект отказался помогать, да, в реализации данного проекта, он предоставил все протоколы обмена, инструкции там, на своем родном языке, ну, не российском, да, эти протоколы были изучены, там, проектной командой, да, были составлены конкретные документы по интеграции и взаимодействии с каждым оборудованием, разработан обмен, ну, и дальше, собственно, реализован. С точки зрения адаптации ВМС, да, под каждый тип оборудования. Здесь институт внимание на таком, знаете, самом, наверное, узком месте в этом складе, на кронах-штабелерах. Дело в том, что их всего лишь было, ну, не всего лишь, а всего было три единицы, да, и дело в том, что, скажем так, от равномерной и одновременной загрузки кронах-штабелеров зависит, в принципе, в целом выразительность всего складского комплекса. То есть, если вдруг по какой-то причине, там, первый крон-штабелер будет перегружен, не будет справляться, там, соответственно, второй, третий будет просто недозагружен, да, таким образом падает существенная противность всего складского комплекса, и склад просто не успевает ни принять, ни отгрузить, хотя ресурсы есть. И, соответственно, здесь нами была отработана логика планирования размещения, отбора, таким образом, чтобы ВМС заранее, как можно, скажем так, ровнее распаяла нагрузку на все кроны. И, соответственно, мы уже понимали, что, точнее так, мы обеспечили вот это вот отсутствие перекосов, и все кроны работали абсолютно равномерно, то есть без загруженности какой-то, либо, наоборот, без простоев. Ну и тоже такой небольшой пункт, интересный был, да, как казалось, крон-штабелеры не работают по принципам лифо, им нужно говорить прям, с какой глубины нужно забирать палет из глубинной ячейки. Соответственно, ну, ВМС сделали наработку адресного хранения и так называемую координату X, да, то есть на какую глубину нужно отправить в ячеечку вот эту вот тележку, чтобы забрать палет. Ну и интеграционно передавали данную координату, чтобы система могла положить палет туда, либо забрать. Все это было реализовано без экспертизы, там, непосредственно производителя оборудования, да, методом взаимодействия, скажем так, с оборудованием, да, благодаря, ну вот, не знаю, тому, что все-таки, скажем, максимально много было обсуждений, да, с заказчиком и с поставщиком вот российского оборудования. Это что касательно опыта амортизации складов, ну, скажем так, где там 90% всех процессов, они вот покрываются роботами, да. Также из нашей практики опыта есть склады, где какой-то участок только заменяется, ну, роботами, да, всеми известными конвейерами, да, представляют собой не только перемещение, там, возможность перемещения товаров из точки А в точку Б, конвейеры могут перемещать там во множество разных участков, да, в зависимости от того, как мы их там, ну, построим, сделаем. Собственно, главным образом исключают человека на этапе перемещения, да. Ну, и тут, как я говорю, практики много было, и, собственно, различных производителей, различного софта, с кем мы это интегрировали успешно. Вот. С точки зрения сортера. Сортер – достаточно высокоскоростное оборудование, которое в классике, как правило, мы привыкли видеть на участке сортировки после отбора, да. Здесь опыт очень интересный был тоже с большой компанией по производству и продаже обуви в России. Сортер состоял из 80 отводов, то есть одновременно мог сортировать 8 заказов, да. Таким образом, ну, он заменял просто большое количество людей, ну, и, конечно, гораздо качественнее вел работу по сортировке, чем человек, точнее, точнее. Также нетривиально сортер использовали на участке приемки, то есть на операциях приемки, да, когда приезжала фура с обувью и прям перемещали на ленту сортера. Сортер в разы быстрее сортировал у палетом эту обувь, идентифицировал ее и принимал. Как следствие, такой товар можно быстрее уже там брали в работу для дальнейшего нагрузки по торговым сетям, да. И тоже такая нетривиальная операция была использована в сортере – это интеризация. То есть все прекрасно понимают, да, что складские люди не любят интеризацию, потому что склад останавливают, нужно все сделать быстро, помимо того, что быстро еще и точно. Ну, и, как казалось, сортер делает и быстро, и точно. Просто перемещаясь все товары из ячеек на ленту сортера, сортер уже сам товар инфицировал, дополнительно также получая, сортировал его по правилам, да, там, какой-то укладки. Ну, и такой процесс оказался в разы быстрее, чем когда мы даем в руки там ТСД, каким-то кладовщикам, да, которые ходят и там могут не один день нитаризировать наш склад. Роботы-штабеллеры, ну, представляют собой, там, те же самые сказки-штабеллеры, которые на складе видим, да, только без участия человека. Они выполняют те же самые операции по перемещению грузов, могут также поднимать и опускать груз со стеллажей, с высотной стеллажей, да, но, опять-таки, без участия человека. И элеваторы-стеллажи, ну, применяются чаще всего на складах, которые имеют какие-то ограничения с точки зрения складского пространства и поездки, да, и участвуют в операциях сортировки товаров, там, после приемки, и непосредственно отбора коробочного и штучного. Ну, с точки зрения, наверное, нашего такого опыта, я, Юля, закончу. Дам слово тебе. Памят, спасибо тебе большое. Но, на самом деле, чтобы проект был таким успешным, да, необходимо к нему хорошо подготовиться. Причем эта подготовка важна и как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителей. Так вот, мы, вот, скажем так, хотели бы рассказать наше видение о том, каким должен быть проект, скажем так, в идеале. Конечно, прежде чем вообще приступить к роботизации, нужно понять, а какие процессы можно, да, перенести с человеческих рук на роботов, а какая технология работы должна быть складной. Поэтому первым этапом это должна быть разработка технологии работы склада. Это этап важный, на самом деле он очень важный, потому что от качественно, вернее, от того, насколько качественно он будет проработан, будет зависеть вообще все дальнейшие шаги и как, скажем так, итог, вообще результат внедрения роботизированной технологии. Поэтому это важно. На этом этапе важно просчитать именно технологии работы склада с учетом производительности склада, перспективы роста, с учетом того, какое оборудование, да, там планируется использоваться на этом складе, рассчитать количество персонала. То есть сделать все расчетные данные, в том числе, и рассчитать окупаемость, потому что это, ну, также немаловажно, да, потому что нужно понимать, сколько мы денег потратим, когда мы их окупим, и вот это в том числе, да, будет влиять на принятие решения, в какую же часть мы пойдем. Поэтому, как правило, на этапе, вот, на первом этапе, на этапе проектирования с нашей стороны проектируются несколько технологий работы склада, да, и эти технологии там презентуются, согласовываются с заказчиком и выбирается как раз-таки та технология, которая пойдет дальше, скажем так, в продакшн. Вот, то есть первый этап, мы выбрали технологию, мы рассчитали окупаемость, мы понимаем, что и в каком количестве нам нужно приобрести с точки зрения оборудования, ну, а дальше, как раз-таки второй этап – это подбор самого оборудования. Вот на этом этапе подбирается оборудование с учетом доступности этого оборудования, да, потому что не секрет, что сейчас, скажем так, привезти зарубежное оборудование сложно, но помимо этого еще включается момент оборудования, можно привезти, но что сделать с программным обеспечением, которое в это оборудование вшито. Поэтому на основании, скажем так, многих параметров подбирается оборудование, которое будет в дальнейшем использоваться на складе. Сразу бегу вперед, скажу, что как и первый этап, так и второй этап можем выполнить мы, да, это экосистема Аксилот, да, в рамках, скажем так, каждого этапа мы на своей стороне привлекаем наших специалистов внутри нашей группы компаний, и как раз-таки проводим эти работы. Так вот, у нас технология разработана, оборудование мы уже подобрали, уже сделали заказ на закупку, нам его скоро привезут. Третий этап, немаловажный этап, это выбор интегратора и систем, которые будут как раз-таки внедрены на складе и управлять как и самим складом, так и оборудованием. Так вот, здесь нужно учесть на этом этапе при выборе интегратора и самих систем, это, конечно же, опыт, да, наличие опыта реализованных проектов, потому что, ну, не кривя душой, скажу, это проекты не простые, они сложные, но интересные. Поэтому важно, чтобы у интегратора был опыт выполнения таких работ, ну и, конечно же, чтобы система имела возможность как и интеграции с различным видом оборудования, так и управлением этим оборудованием. Также, забегая вперед, скажу, что с точки зрения программного обеспечения у нас есть в линейке наших программных продуктов как и ВМС, так и ВЦС, то есть ВМС для управления складом, ВЦС для управления роботизированным оборудованием. Поэтому здесь этот этап мы тоже можем закрыть нашими силами. Далее, четвертый этап, это как раз-таки поставка и монтаж самого оборудования. Это тоже немаловажный этап, потому что оборудование нужно смонтировать качественно, чтобы оно было установлено ровно так, как было там заявлено в проектной документации. Ну и этап, скажем, такой завершающий, но он тоже немаловажный. Это уже проект по внедрению ВМС, ВЦС на складе, по, скажем так, вот этой цепочке. То есть вот такой формат мы для себя видим самым идеальным. Но, как мы заметили, да, вот на каждом этапе необходимо подключать разные компании, да, там с разными компетенциями, необходимо с там внутри себя как-то эту работу контролировать, замыкать на себе, управлять, да, работой разными компаниями. Поэтому многие компании об это спотыкаются и, скажем так, дальше рассуждения о том, что роботизация нужна, не идут. Вот. Поэтому экосистема Аксиота, о которой я уже говорила, это мы. Вы можете полностью довериться нам, и мы на каждом этапе подключим необходимых специалистов с нашей стороны, при этом весь контроль за качеством, за сроками управления всего проекта будем отвечать мы. Ну, хочется сделать важный вывод, да, что роботизация – это, может быть, и немножечко страшно, но это эффективно с точки зрения производительности. И самое главное – нужно подготовиться к самому проекту очень, скажем так, скурпулезно изначально. Поэтому этот этап важный, но при этом результат будет успешный. Ну, и в том числе хочется отметить, что за последнее время появились хорошие предложения от российских производителей оборудования, что, в свою очередь, скажем так, уменьшит сроки окупаемости проекта, ну и в целом стоимость этого проекта. Поэтому это тоже плюс. И российское оборудование, да, у нас есть реализованный опыт, да, поэтому не нужно бояться, да, и вот этот стереотип, что российское, он все-таки есть, он уже, скажем так, долей его снижается, но еще есть стереотип, что как российское оборудование, так и российское IT, да, там не совсем, скажем так, может справиться с поставленными задачами. Но задачи, поставленные нами всегда успешно достигаются. Ну и, собственно говоря, это говорит о цифрах, да, то есть мы 25 лет вообще занимаемся автоматизацией бизнес-процессов логистических. Это не только складские, но и транспортные процессы, управление состоянием поставок. Вот. Немаловажно, да, в линейке наших программных продуктов с точки зрения, там, роботизации складов, а мы сегодня говорим именно про это, есть решения как и для автоматизации складов, так и автоматизации роботизированным оборудованием и управлением им. Эти решения входят в единый реестр российского программного обеспечения с полностью открытым кодом. Это тоже важно при выборе систем для роботизации. Ну и, конечно же, да, мы весь проект берем под ключ, да, то есть начиная от проектирования самой технологии работы склада, подбора оборудования, поставки оборудования, его монтажа, внедрения систем и еще обслуживания систем. Да, это мы тоже можем взять на себя, то есть вот, скажем так, всю головную боль, которая в перспективе может, да, там, казаться, что может возникнуть у вас, мы можем взять полностью на себя и контролировать сроки, процесс, ну и качество выполнения работ. Вот, поэтому здесь мы выступаем таким лицом, который двигает это все вперед. Вот, ну и, наверное, хотелось бы подытожить, что роботизация не страшна, проекты реализованные есть, поэтому нужно не бояться, а обращаться к специалистам, у которых уже есть опыт, опыт реализованных проектов. Продолжение следует...